Здесь даже больше имеет вопрос, сколько человек тратит, то есть имеется в виду, какое соотношение доходов и расходов. Есть ли какая-то дельта между этими цифрами, образуется ли какая-то сумма денег в свободном, так скажем, остатке по итогу месяца. То есть когда вы выплатили все платежи обязательные, потратили деньги, которые нужны на еду, на обучение и так далее, осталась ли какая-то вот эта сумма? Если она остается, даже небольшая, естественно, надо ее копить, откладывать и не проедать. И особенно это все почувствовали сегодня, когда все оказались дома на карантине, у всех резко сократился доход. Особенно сильно пострадали люди, которые работали в сфере услуг, то есть парикмахеры, массажисты и так далее. То есть фактически они остались без клиентов, потому что к ним никто не ходит. И это очень сильно, конечно, ударило по их доходам. Поэтому обязательно надо откладывать, обязательно стараться сокращать свои расходы по возможности. Я не призываю переходить на хлеб и воду, ни в коем случае. То есть все-таки надо, конечно, сбалансированно питаться, но стараться как-то выбирать, ставить приоритеты. То есть у нас у всех есть ограниченные ресурсы, это время и деньги, разумеется, они тоже ограниченные. Надо их уметь распределять правильно так, чтобы приоритизировать те вещи, без которых мы действительно не можем существовать. И стараться как-то откладывать на будущее и повременить, так скажем, с покупками те вещи, которые нам прямо сейчас не нужны. Вот начинается месяц, вы взяли табличку в Excel или в блокноте, неважно, и проставили себе план. Вот план по вашим расходам на этот месяц. По категориям распределили, например, на продовольствие, я планирую в этом месяце потратить условно 15 тысяч, например, на коммунальные 5 тысяч и так далее. Расписываете все, и у вас должна выйти какая-то итоговая сумма, которая у вас вписывается в ваши доходы. И желательно, чтобы еще была некоторая сумма, которую вы могли бы отложить, то есть не все подчистую тратить. Далее вы ведете учет расходов, то есть прямо записываете и разбиваете их на категории. Если вы пользуетесь картой, то это вообще гораздо удобнее, потому что вы видите все в мобильном банке. Как правило, многие банки в приложениях включают такую услугу, как анализ расходов. Проходит месяц, вы все эти расходы фактически переписываете во второй столбик в этой тетрадке и сопоставляете, какая категория у вас выбилась из этого плана, из того, что вы наметили. И у многих людей открываются глаза на то, что оказывается они, допустим, на какую-то категорию тратят гораздо больше, чем они думали. Понимаете? А какую-то категорию они даже не планировали, допустим, даже не закладывали ее в этот план, а она, оказывается, откуда-то вылезла. Очень у многих, очень такой существенной статьей расходов являются такие вещи, как, например, сигареты. Они, на самом деле, очень много съедают денег, и люди с удивлением узнают, что, оказывается, они порядка трех тысяч в месяц на это стабильненько тратят. И вот вам, пожалуйста, только отказавшись от курения, вы уже целых три тысячи высвобождаете из своего бюджета. Буквально недавно у меня был клиентка, с которой мы как раз вот этот кейс и прорабатывали. На первый взгляд, казалось бы, ну уже все, уже человек уже полностью ужался во всем, и уже непонятно, от чего еще отказаться, только там вообще не есть, не пить и все, да, и жить на улице. Ну, естественно, конечно, об этом речи не шло. Что мы сделали, да? Во-первых, мы целый месяц не мониторили его расходы, и выяснилось, да, что у него действительно большой процент уходит на… Процент, да, расходов уходит на его, так скажем, ну он любит иногда пятницу вечером отдохнуть перед телевизором и покупает себе прохладительные напитки в киоске рядом с домом. Вот, и мы посчитали, что у него тысяча рублей в месяц стабильно уходит на вот эту его, казалось бы, невинное, да, совершенно увлечение. И вот человек, ну он говорит, ну что ж, я себе не заслужил, что ли? Ну, говорю, давайте мы вот временно пока от этого откажемся. Вот, вот, пожалуйста, плюс тысяча рублей в месяц, пожалуйста, высвободилось. Второе, что мы сделали, мы ему завели карту с кэшбэком и распределили, даже мы завели две карты на его жену и на него, потому что у них разные расходы. И это были разные карты, соответственно, с разными условиями, и тоже удалось таким образом дополнительно привлечь еще 700 рублей от его расходов в семью, да. Ну, то есть жену я не курировала, поэтому я не знаю, что было с ее расходами, но у него уже 1700 в месяц высвободилось. Что мы сделали потом? Мы пересмотрели его тарифный план на мобильном телефоне и на телефоне его жены, и посмотрели какой-то более оптимальный тариф для интернета, для их квартиры. И оказалось, что они платят еще за вот это цифровое ТВ, которым они, по сути, не пользуются, а которое просто автоматически было включено в их пакет услуг с интернетом, и они за него тоже еще доплачивали сверху. Получилось еще 300 рублей высвободить за счет вот этой экономии, за счет того, что мы пересмотрели тарифы. Уже 2000 в месяц мы таким образом высвободили. Я понимаю, что это на первый взгляд кажется какими-то несущественными деньгами, и вроде бы получается, что мы как бы по копейкам где-то вот наскребли. И, тем не менее, 2000 в месяц – это уже 24 тысячи в год, и, в общем-то, это уже такая более-менее неплохая сумма. Условия. Обязательно, когда вы выбираете карту с кэшбэком или с начислением процентов на остаток, смотрите, чтобы было два этих пункта одновременно – и кэшбэк, и процент на остаток. Второе условие – обязательно смотрите, чтобы кэшбэк был в виде денег, а не в виде каких-то баллов или скидок или чего там еще. Поэтому в этом отношении спасибо от Сбербанка сильно проигрывает, потому что когда вы конвертируете вот эти спасибо в рубли, оказывается, что, так скажем, это сделано не в вашу пользу, да, поэтому вы действительно очень много теряете. Старайтесь, чтобы кэшбэк был в рублях. Банки, которые платят кэшбэк в рублях, их на самом деле не очень много. Ну, самый популярный, самый известный – это, конечно же, Тинькофф, и его карта Тинькофф Black. По-моему, она сейчас дает, если я ничего не путаю, 5%, по-моему, годовых. Я давно не смотрела их условия. Что касается карт с кэшбэком, у меня по ссылке у меня в личном профиле есть, можно скачать бесплатно список вот этих карт с кэшбэком, где я сделала такую таблицу именно сравнения условий и, в общем, такая сравнительная таблица по картам, которые, на мой взгляд, наиболее актуальны сейчас, которые есть на данный момент. А так вот Тинькофф или есть, на самом деле, хорошая еще карта от Халва. Это карта рассрочки, но не все знают, что это также карта, так как обычная банковская карта, ей не обязательно пользоваться как картой рассрочки, вы можете просто пользоваться ей как обычной картой. И она дает достаточно хороший кэшбэк и хороший процентный остаток, и она платит как раз кэшбэк в рублях. И это вот тоже одна из немногих таких карт хороших, которые можно порекомендовать. Есть карты, например, ориентированные на, допустим, пенсионеров, или людей, которые пользуются часто аптеками. Есть специальные карты, которые дают повышенный кэшбэк на аптеке. Вот если вы знаете, что, допустим, ваши родители, или бабушки, дедушки, которым нужна такая карта, можно для них ее завести таким образом. Ситуация такая. Если у человека совсем нет никакой подушки, никакого резерва, то эти накопления надо пускать на формирование резерва. Хотя бы в размере двух-трех месяцев ежемесячных расходов надо, чтобы эта подушка была. Включайте в эти расходы самое главное. То есть еда, коммуналка и так далее, кредиты. Эти деньги мы распределяем на две категории валют. Рубли и доллары. Я, так скажем, вот насчет вот этого вопроса у многих консультантов в мне не расходятся. В книгах пишут так, что храните резервный фонд в той валюте, в которую вы тратите. У меня другой подход. Я считаю, что хотя бы процентов 30 надо хранить в твердой валюте, потому что у нас, ну вы сами знаете, все очень нестабильно. И, как правило, мы все покупаем какие-то гаджеты, которые имеют зарубежное происхождение, поэтому так или иначе курс доллара на наше потребление влияет. Поэтому 30 процентов хотя бы нужно держать в долларах. Где это все хранить? Хранить это надо на банковских вкладах, либо на копительных счетах, то есть какие-то ликвидные инструменты, чтобы вы, если что, пошли их и сняли. Почему не в ценных бумагах, почему не в акциях, потому что, сами понимаете, инструменты должны работать на длительный период. Вы не можете их снять вот так внезапно, как вдруг они вам понадобились. Поэтому банковские вклады, мы их используем под резерв. Все, что сверху суммы резервного фонда, все должно работать в ценных бумагах. Но вот этот резерв, он обязательно должен быть в ликвидных инструментах, на вкладах, на банковских вкладах. Причем банки, старайтесь выбирать надежные. Есть такое понятие, как норматив достаточности капитала банка. То есть это такое понятие, которое очень строго курирует наш центральный банк и за что очень сильно наказывает наши банки. Это показатель показывает, сколько ликвидных средств у банка есть на счете, которые он может удовлетворить потребности вкладчиков, если вдруг вкладчики к нему придут и потребуют свои вклады обратно. Сможет ли он их удовлетворить, их требования и в каком объеме. Вот этот показатель хорошо мониторит сайт банки.ру. Он на его основе делает рейтинг банков. То есть вы можете зайти на сайт банки.ру и отфильтровать их топ-30 банков. Там есть такая кнопка «Нажать топ-30 банков», и вам выходят все банковские вклады банков, которые входят в топ-30. И вот вы выбираете любой из этого списка. Они все входят в агентство по страхованию вкладов. Они надежны, поэтому выбирайте из топ-30. Такая цель, как покупка квартиры, то, как правило, она имеет некоторый срок, хотя бы 2-3 года, как минимум. Я бы деньги, которые я бы планировала на покупку квартиры, держала бы в облигациях федерального займа, то есть в государственных облигациях. Почему в них, а не на банковском вкладе? Потому что, во-первых, это имущество, то есть эта ценная бумага является имуществом, которое у меня никто не отберет, когда с банками происходила эта ситуация, и люди не могли вернуть свои деньги. И на самом деле такой сценарий вероятен, потому что банкам, конечно же, невыгодно, чтобы вдруг люди побежали к ним и снимать свои банковские вклады. И они вполне могут ограничить сумму выдачи денег для населения. Поэтому если у вас крупная сумма денег лежит на банковском счете, вы действительно рискуете попасть в такую ситуацию, когда у банков происходит нехватка ликвидности, они могут просто заморозить, поставить ограничения на выдачу суммы денег. Это может сильно коснуться особенно долларовых вкладов и долларовых накоплений. Потому что вы помните, в марте, когда, вот недавно, когда скакнул курс, и многие люди очень запаниковали, побежали снимать свои валютные вклады. И действительно возникла ситуация, когда банки стали переживать на эту тему и планировалось ограничить выдачу как раз вкладов долларовых. Поэтому, когда у вас крупная сумма, более 1,4 млн, я бы рекомендовала их держать на государственных облигациях, в ОФЗ. Это самые надежные бумаги у нас на российском рынке. И они обеспечивают ту надежность, которую не могут дать банки. И, соответственно, вы в любой момент можете их продать и, соответственно, забрать свои деньги назад. И никто вам этому мешать не будет. Вот эти облигации федерального займа, про которые я говорила, они стоят от 1000 рублей, где-то 1000 или 1100 максимум. Поэтому, пожалуйста, вот 3000 рублей, как вы сказали, можно уже купить несколько облигаций, и у вас уже будет портфель. Во что можно сейчас вкладываться это в бизнес, то есть в акции надежных, стабильных компаний, я подчеркиваю это, надежных они всех подряд. Или в облигации, то есть для новичков самый надежный, самый вообще отличный вариант, с чего начать инвестиции, это ОФЗ. Потому что это стабильно, это надежно, и риск потерять деньги, он практически сводится к нулю, потому что, если вы теряете деньги в ОФЗ, по сути, наша страна объявляет дефолт, поэтому, конечно же, никакие банки тоже не справятся с выдачей банковских планов. Ну, то есть это полный финиш, если наша страна объявляет дефолт. Вот, поэтому ОФЗ, это то, с чего стоит начать. Можно поделить это на два таких рынка. Есть российский рынок, российские компании, которые приносят доход в рублях. Есть американские компании, которые торгуются у нас на Санкт-Петербургской бирже, и вы можете туда входить, но, разумеется, за доллары. То есть вы сначала рубли конвертируете в доллары, а потом входите в американский рынок. С чего начать? Ну, вот я говорю, начать надо с ОФЗ, а потом можно покупать наши российские компании. Но вот с российскими компаниями надо быть очень осторожными, потому что там надо действительно анализировать хотя бы минимальные показатели финансовой отчетности, потому что у нас страна сильно зависима от внешних экономических каких-то потрясений. То есть у нас это сильно бьет. Даже тот же самый Сбербанк, хотя это самая надежная бумага у нас на рынке, при этом акции сильно валятся, как только какие-то санкции или какие-то там еще не урядятся. Поэтому американский рынок выглядит более стабильно, более доходно в долгосрочном плане. IT – это сфера, которая всегда будет расти, и у нее, конечно же, это та сфера, которая сейчас тянет весь индекс S&P 500 наверх. То есть IT будет продолжать тянуть вверх. И сейчас, по сути, весь реальный сектор, который представлен в виде нефтяников, металлургов, горнодобывающей компании, они все испытывают серьезное давление, а IT идет вверх. Закладывайте на то, что процентов 40 уже изделие потеряет, когда вы его, допустим, захотите заложить в ломбард, к примеру, или продать. Потому что изделие из золота, оно представляет собой некий художественный, в том числе, вклад и художественную ценность. А когда вы продаете золото как физический металл, считается только граммы. И все, по сути, больше ничего. Поэтому, конечно же, разница между покупкой золота в магазине, и когда вы его попытаетесь продать, будет порядка… Ну, в два раза закладывайте точно. Поэтому, честно говоря, это не самый ликвидный, не самый хороший инструмент вложения в золото, поэтому я бы не рассматривала это как инвестиции. Но, конечно же, если вот по-хорошему инвестировать в золото, конечно же, надо это делать через другие инструменты. Например, если говорить конкретно, то у нас на нашей российской бирже есть фонды, которые называются ETF на золото, на физическое золото. То есть они отслеживают цену физического золота и привязаны к ним. Фактически вы не владеете никаким куском золота, но при этом ваши деньги растут так же, как растет физическое золото. Он стоит, по-моему, полторы тысячи рублей за одну акцию и вполне доступен большинству людей. Поэтому его купить не составляет никакого труда. При этом вы не теряете, не платите ни НДС, не платите там какие-то комиссии за хранение, слитка в банке. Вот знаете, как кто-то знает, что можно его купить и держать в банке, платить за ячейку, платить комиссии, платить НДС. Вот это все вы не платите, вы просто держите одну акцию вот этого ETF фонда и по сути все. То есть у вас деньги работают. У каждой кредитки есть период, когда вы не платите проценты. И в принципе, если вы в этот период укладываетесь, то все окей. Как только вы вышли из этого периода, конечно, вам приходится платить комиссии. И вот они на самом деле действительно очень большие. И я рекомендую, если у вас есть кредит, я имею в виду, вы вышли из вот этого периода, беспроцентного, обязательно в первую очередь гасить кредитку. Это очень большие проценты. Вы платите банку за то, что вы не выплатили долг вовремя. Обязательно нужно все силы направить на погашение кредита. Потом уже будете формировать резерв. Но сначала обязательно надо разобраться с кредитом. Это вот прям первое. Как можно работать с кредитной картой? Есть такой один лайфхак. Я его на самом деле не очень люблю, потому что люди, человек очень эмоциональный, он может выйти за эти рамки совершенно случайно. Но есть такой способ, когда вы заводите две карты, одна у вас кредитная, вторая у вас с начислением процента на остаток и кэшбэком. И по сути вы гоняете деньги с одной на другую. Я знаю людей, которые зарабатывают где-то порядка 2-3 тысяч в месяц на таких операциях. То есть они снимают, допустим, 100 тысяч с кредитной карты, переводят эту сумму на карту с накоплением, с процентами на остаток. Потом у них начисляются проценты на вот эти 100 тысяч, и они обратно, получается, перечисляют на кредитную карту, гасят кредит, не выходя за грейс-период, а себе вот эти проценты оставляют на счете. И вот так вот гоняют их каждый месяц. То есть есть такой способ, как можно, вот так можно зарабатывать на кредитной карте. Но тут нужно быть очень дисциплинированным и ни в коем случае не забывать гасить долги, потому что с этой суммы очень можно быстро улететь. Такой хороший минус. Дело в том, что банки неохотно берут долги с кредитными картами. Очень их не любят и как-то неохотно их перекредитуют. Поэтому если действительно ситуация очень сложная, действительно много кредитов, там несколько потребительских, ипотека, несколько кредитных карт, то надо, конечно же, идти разговаривать с банком. Желательно еще предоставить какие-то документы, подтверждающие, что у вас, допустим, сильно упал доход. К примеру, там какая-то может быть справка от работодателя. Банки сейчас тоже в очень таком напряженной ситуации, потому что они тоже оказываются, они страдают от того, что у населения упали доходы, они стали хуже платить по кредитам. Поэтому банки с охотой идут на то, чтобы как-то продлить, дать вам какие-то, может быть, кредитные каникулы. Особенно сейчас, если вы вот в этот период пострадали, у вас, допустим, доходы сильно упали, у вас нет физической возможности обслуживать кредиты, обязательно идите в банк, просите на кредитные каникулы, и их сейчас предоставляют на срок до 6 месяцев, и вы можете себе вот таким образом облегчить жизнь и постараться вот за это время, за эти полгода как-то свою ситуацию выправить. Но ни в коем случае нельзя от банков прятаться, это точно ни к чему хорошему не приведет. Надо планировать свои расходы. Это позволит вам избавиться от головной боли, как, откуда взять деньги, если вдруг вот надо платить, там, не знаю, страховку, или платить налоги, или платить еще, или, да, там произошла какая-то авария, ДТП, допустим, вам вы влетели на деньги, вам нужно тоже экстренно изымать деньги из резерва. Поэтому стараться, конечно же, надо планировать свои расходы, и желательно, конечно, не на один год, а хотя бы на какую-то долгосрочную перспективу. И как минимум у нас у всех есть одна цель долгосрочная, это пенсия, на которую мы обязательно тоже должны потихоньку откладывать и понимать, что у нас вот эта вот пенсионная наша история, она, к сожалению, имеет тенденцию к тому, что у нас пенсии будут все меньше в реальном выражении. Планировать обязательно надо. Вот на самом деле планирование – это то, что очень сильно облегчит вам жизнь, если вы его внесете в свою жизнь, внедрите. Оно занимает не так много времени, просто нужно сесть и этим заняться. Нужно вот просто расписать свои доходы, расходы, и спланировать свой бюджет на год хотя бы, и потом постараться как-то изъять некоторые средства, которые вы могли бы направить на инвестиции долгосрочные на вашу пенсию. К сожалению, вот та система ГПП, которая у нас очередная наша пенсионная реформа, которая будет с января следующего года, она подразумевает то, что работник будет по своему желанию отчислять с помощью работодателя некоторую сумму денег в некий пенсионный план, который будет принадлежать только ему, эти деньги будут инвестироваться через негосударственные пенсионные фонды, и вроде как это будет его накопительная часть пенсии, когда он выйдет на пенсию. У меня большие вопросы, честно говоря, к этой системе, я бы не рекомендовала через нее действительно создавать себе пенсию, потому что она построена таким образом, что у нас НПФ завязаны на очень больших издержках, то есть законодательно с них требуют достаточно большие ежегодные платежи, и доходность потенциальная, которую просто эти НПФ могут вам показать, она за счет этих издержек сильно снижена. Поэтому я за то, чтобы вы учились сами инвестировать, никто кроме вас это не сделает, нет никаких компаний, которые сделали вам плюс 40% в год, старайтесь инвестировать самостоятельно, обучаться этому и по возможности, по мере того, как ваш капитал будет прирастать, ориентироваться на американский рынок и на твердую валюту, копить на пенсию в долларах и в американских активах. Это вот моя такая рекомендация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова